еще раз здравствуйте мои дорогие понедельник 2 октября хочу рассказать что произошло вчера вчера вот на моем сайте на моей странице пришел ко мне бандера слушайте я вчера ставила видео про 12 стульев вот этот вот а нет это был не 12 стулья это был про гоголя ну что помогли тебе твои ляхи вот и там у меня двойной такой вот закидон был почему-то мне захотелось бы поставить я буду продолжать пить маты захотелось мне так поставить но вот вот ляхи и ляшки женские ляшки и вчера вот у меня такое настроение было папашку вспомнила я там еще ставила из вместо встречи изменить нельзя про маленькую облигацию вот и я поставила кусочек из про андрея где из гоголя в общем перед тем как застрелить где тарас бульва сказал ну что помогли тебе в общем сынку твои ляхи и а я подумала здесь такая вот игра слов узнаете вот как прикол в приколе и это это не прикол потому что это как смех ой слушайте это я не знаю ты не черный юмор это ну вот реальность такая вот как матрица и плюс реальность по-настоящему для меня потому что вот вот эти вот все смотрите там же трагедия во первых это персонаж художественное произведение гоголь это что-то потрясающе и его художественные произведения уникальные его жизнь уникальная его смерть то есть переход тоже долгие годы знаете вот люди делают вот эти вот расследования и ходят разные версии сейчас вообще уже молодежь такой стали придумать что он и сидя спал в общем огромное количество документальных фильмов существует и совсем недавно я пересматривала вот вы про гоголя там же посмертные маски снимали он очень быстро вот умер но дело не в гоголе отдела что ко мне пришел бандера в каком плане бандера один мужик ну там начались ему кстати можете почитать все эти комментарии на странице дело в том что почему вот я оставлю этот комментарий хочу зачитать в 2000 году перед самой пасхой буквально за три дня до пасхи ко мне вот я была в аргентине я еще была без своего ребенка я ну вот это вот эта встреча изменила изменила мою жизнь то есть дьявол пришел ко мне это было в аргентине все это реально и вот он мужчина вот реальный реальный мужчина я не видела даже как ходил это произошло в ресторане в аргентине в самом лучшем ресторане на улице флорида и дай бог далечу если там вот в аргентину в тот буэносаро из далечу я поеду пойду по тем местам в этих вот в ресторанах он потом его потом закрыли вот я когда уволилась его закрыли но вот эта улица существует и флорида существует и вот этот дом существует вот это как ожившие мастер и маргарита вот как волн приперся потому что я на смирнова александра у меня есть его фотографии я еще покажу вот придет время я покажу потому что у меня не до него собаки собака и кролики дети и внуки вот но если тогда ко мне пришел дьявол вот сам и он себя назвал черным сыном отца вот отца с большой буквы и сказал что вашего что ты дьявола боишься и говорит это не говорила говорил что я тогда еще была не христианка я себя не обливала христианкой я уверена что господь есть вот бог есть но у меня в голове еще была полностью путаница вот с иисусом христом и все и вот эти вот все религии индуистки реинкарнации так далее то есть он появился вот из ниоткуда наш менеджер он видел как как он зашел обратил внимание вообще не видела я его услышала он не стал вот говорить что мы все сами виноваты вот в своих проблемах и я ему сказала слушай мужик не приставай потому что я замужем а он говорит ничего ты не замужем вот в таком плане вот с этого все началось а я говорю отца от меня а то я мужу пожаловать вот как я с этим вот с мироновым ставила фильм из обыкновенного чудо а когда купченко сказала а я мужу пожаловать и он превратит вас в крысу ну вот а кто у нас муж а я говорила я всем так говорил я всех так отшивала в аргентине курила что он полицейские вот это еще был первый год когда я просто встречалась вот с тем полицейским и 2000 год прямо перед паской появляется мужик в менеджер просто выпал в осадок от видового этого мужика потому что у нас ресторан был ну крутейший при крутейший однажды всего лишь однажды я там проработала полгода где-то всего лишь однажды появился я не представляла полицейского там в ресторане менеджеру не нет я вообще его не подпускала предыдущие работы нет вот я уже после того привезла своего сына тогда там стала показывает его полицейского на работе а так они только вот слышали такой знаете призрак так вот однажды полицейский пришел сам вот там вот именно на флориде и он сидел и наблюдал а меня подозвал менеджер и говорит смотри там какой-то мужик сидит жутко страшный в общем какой-то бандюха или что я так посмотрел полицейский то есть я тоже не видела когда вот этот полицейский зашел на флориде в тот ресторан этот полицейский смирнов говорил он тоже появился из ниоткуда но менеджер увидит уже у меня тоже подозвал говорит смотри значит следи вот этот вот русский миллионер а на сети он смотри чтобы него не украли эти не кошелек ничего я говорю какое где игры чего ты вообще взял что он на миллионер а он говорит посмотри как он одет он там смокинги был я вообще не видела даже не видела как он появился ну вот и за год за год я не видела ни одного человека который уже бруски ну клиент пришел в ресторан не было у меня не было у меня такого за год что я там работала в ресторанах в лучших ресторанах не было ни одного русского а тут прям москвич явился и стал мне нотации читать в общем и рассказывать что это вот что он только он говорил что он черный сын отца потом когда я уже с ним познакомился уже все потом вот буквально смотрите я познакомилась ним за три дня до пасхи и потом это вот пасха она была прямо перед майскими и он мне принес 500 долларов на шоу спросила что ты тут делаешь во-первых он говорит нет у тебя никакого мужа то что я говорю я пожаловалась мужа не приставай он говорит нет у тебя никакого мужа вот он тебе вообще никто он тебе любовник вот знаете как получается вот вот это вот как из библии вот как только иисус христос пришел и сказал что самарянки что нет у тебя мужа он был у тебя пять мужей и это который у тебя сейчас он тоже не муж вот в таком плане только этот как черный сын отца он представился вот он сказала чтобы все на дьявола валить его в таком плане и это уже потом уже потом говорил там за дьявола тут я вот это вот выслушивала и подумала ну действительно потому что он говорит это это ваши грехи воняют это тебе нужно очищаться потому что если дубов режешь вот сегодня или завтра и ну и пойдешь в моё царство мне захотелось я поняла что да вот что-то эти очищаться надо то что он сказал вот такой фразы именно из библии тоже взял смотрите потому что сегодня понедельник вот бокс сотворил ангелов они разделились на падших и этих вот и светлых и вот этот мужик говорил а я же не знаю по каким он воде действием каких вот сил и так далее не знала там же целая история на 6 месяцев было то есть почему я все это рассказываю потому что сейчас очень много сект девальских сект сатанинских сект чтобы вам показать где вот эти вот камни преткновения потому что она вроде бы будет звучать что да и и какая проблема потому что он говорил он говорил а делал тут причем это вы это вы грешите вам показывают бумажку в пантик а вы ее хватаете кто виноват а делал тут причем понимаете как интересно поставлено а вот я там вы все это выслушал вот эти вот там что мы общались полгода дел в том что вот мы познакомились буквально там за три дня до пасхи это все 2000 год я говорю в аргентине и вот это потом он спросил от все вот в ресторане этом бегу с этими вот с этими клиентами у меня еще все мысли были вот ругаться с этим менеджером потому что я обмаю обворовал мою и мои чаевые но знаете когда доходило до дела он такой у меня звал он был очень опытный он был опытный вор он так лихо как-то воровал и он был специалисты в этих вот как бы вам сказать ну определять внешне то есть вот этого полицейского подумал что он бандюган и сказал осторожно вот этот он сказал но он четко сказал что вот этот вот миллионер это действительно этот москвич оказался а на следующий день принес 500 долларов я вообще не воним не просила на пошел не спросила что тут вообще тут делаешь вот в этом ресторане вообще тут в аргентине ты одесситка и его деньги зарабатывают грязи чем тебе деньги в россии на привести он говорит а сколько тебе надо сколько тебе не хватает игр 500 долларов ну чтобы он отстал от меня и он мне принес на следующий день 500 долларов и вообще там в осадок выпало ну так вот сюда которого среди с полицейским простричалась весь год 500 долларов я этому сказала чтобы отстал 500 долларов и он принес мне 500 баксов это был 2000 год этому полицейскому ему нечего делать было дать мне 500 долларов но в таком плане поехать за ребенком то есть если бы не появился вот этот вот дьявол я бы за ребенком ну еще бы сидела еще бы деньги вот копила собирала потому что полицейский не чесался мне помочь или что-то там одни только ладно дело не о нем в общем у меня был дьявол на полном серьезе я говорю это как мастера маргарита то что в 2000 году сам дьявол ко мне приперся и это такая длинная история там много можно говорить и как волан пришел вот реально волан и потом это расставание было ребята потому что он сказал я тебя вылечил я тебя и прокляну это вот как с этим вот как стараться бульбой я тебя породил я тебя и убью а знаете как страшно было потому что я думала ну все у меня каратэ это уже было через время вот я уже поехала в одессу полетела я уже забрала ребенка я уже привезла и смирнов меня встретил я недавно видео ставил что я прилетела вот в 2000 году я еще держу паспорт там короткая шорт что у моего сына получился старшего получилось в двухтысячном году двухтысячном году две весны и два лета ну вот уникально у меня тоже в общем вчера ко мне приперся на страницу бандера там я два видео шорта поставила один из состава бендера и один вот этим вот с гоголя ну прям мистика мистика ожившая мистика не удивляйтесь я уже давно не удивляюсь я просто беру господу отцу сыну духу святому и вот продолжаю молиться 40 поклончиков утром совы поклонных вечера вечернюю кстати молитву я уже сказала с даниилами все нужно женихер сказать что вчера я ездила в церковь они не ходили в церковь а у меня договоренность вот воскресенье они или со мной или с мужем а вчера они дома остались друзья были в общем а так у меня такая договоренность что если они вот с папой не идут а в церковь душу меня муж все определиться не может на каком он стуле сидит ребята на полном серьезе ценим еще пилюлей тоже выписывала я не буду отвлекаться в общем этот мужик он вот его зовут и ванны гайдар джей я пошла на его страницу он он стал мне эти комментарии ставить я его сгорел как сгорело я буду в него в гостях и потом я буду ехать в печене Jetzt я буду в голове съехать я буду в гостях и потом потом я буду есть морозชюмом в рамках 30 минут я уже говорил да я уже сказал да она меня сегодня она меня занималась сегодня я знаю что у меня она эта паблика Доча в душ Так, в общем Там я поставила А там же говорит Мужской голос В общем, одна там женщина Я не буду ее читать пока Что-то можете прочесть Она сама украинка В общем, стала жаловаться Вернее, она сразу с таким наездом А мужика для этого текста не нашлось Мужика, не мужика, а мужчины, во-первых Но дело не в ней Здесь она описывает, как она сбегала Как она рассказывает В общем, там поляки помогли ей в таком плане А у меня совсем не для этого Поляки уже выставили счет Уже приготовили Счет приготовили Это не смешно В общем, я Уже 17 минут наговорила Этот мужик Реально он Бандера Он, во-первых, Иван Степанович 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 Только он Иван Степанович Гайдаржи Я пошла на его страницу Просмотрела Там есть фотографии Его, вернее, его видео Все И Каждое, практически Каждое его видео О монетизации И где-то год назад Я посмотрела одно видео И мужик на пенсии И все там о монетизации Там одно видео было Значит, он ставит так Мне Ютуб предложил Значит, сказал, что денег будет больше Если там какие-то И предложил какие-то темы Он говорит И поэтому я свою Он вообще гагауз Родился где-то в России Но он из семьи сосланных Насколько я поняла Ну, я там небольшой Там очень быстро Слушайте, это так быстро Все это делает Вот эти вот ресурсы Когда По сравнению с моими Тремя институтами Ну, сколько я Литературы перелопатила Вот Быстро Быстро получилось Буквально там 5-10 минут И понятно стало, с кем я имею в виду Имею дело Так вот Он себя изменил В прошлом году С Гай Доржи И объясняет Говорит Чтобы иметь больше монетизации В общем, денежки-денежки Я с Гай Доржи Я меняю себя на Бантеру Вот Я даже Этот вот Степанович И И самое интересное Он пишет по-русски Комментарии вчера Он же не сразу там написал То есть Он за год Может у него там Денежки Не накапали Он опять поменял себе На ГДЖ Вот В таком плане Но он Бандера-бандера Потому что он четко Год назад Даже у него есть видео Что вот Да Я вам представляю То есть он на украинском Это говорит Все Он рассказывал Что он Киевский Институт Автодорожный Закончил И там что-то За украинский язык Рассказывал Вот Опять Все дороги Идут В Киев И поделся Там где мой папашка А тема же Про папашку Вот Давайте Прочту Потому что Пишет Не вкурили Это бывшая Одесситка Потерявшая Или не имеющая Чувства юмора Вот Это он вчера написал На русском языке Самое интересное Все Он уже Уже не Бандера Это уже Пандополо Флаг сменился Ну Я просто вам говорю За За вот эти вот Что Когда общаешься Вот так По интернету Очень Прежде чем Ответить человеку Вот прежде чем Отвечать человеку Я делаю Ресерч То есть Я смотрю Захожу на его страницу Смотрю Какие вообще Он комментарии На какой языке Пишет Вообще Кто он Что он И какое У него Вот Потому что Здесь было написано Иван Гайдаржи Я сразу Не вошла В его Потому что Там было много Этих Вот Много было Комментариев Я И не сразу Сделала Вот этот Ресерч Я ему Ответила Когда он Написал Не вкурили Это бывшая Одесситка Дело в том Что там Один Мужик Написал А ее мужик Украинскую землю Удобряет А она сидит В машине Из гробовых Рубликов И там Ха-ха-ха Четыре этих Вот Двое поставили Лайки Вот смотрите Мне 54 года Вот А ее мужик Украинскую землю Удобряет Она сидит В машине Из гробовых Рубликов У меня на шапке Ну там В этой вот На странице Написано Что мне 54 года То есть Я вообще Написала Я написала Кто я у меня по паспорту По паспорту Я американка Вот все написано Люди просто пишут Потому что я вот говорю По-русски Они себе думают Что Вот что они себе думают А ее мужик Украинскую землю Удобряет Она сидит в машине Из гробовых Рубликов Украинская Потому что если мне 54 года Я везде пишу Мне 54 года И естественно Я не выйду замуж У меня написано Три института Три В этих вот Три высших образования У меня Магистратура Магистр экономики Я же не кукер За 40-летнего Или за 30-летнего Выходи Чтобы он у меня Украинскую землю Удобрял У меня американец Люди вообще не вкуриваются Вот ребята Вот этот гайдер же пишет Не вкурили Это бывшая одесситка Потерявшая Или не имевшая Чувства юмора Во-первых Я ему Я ему ответила Ну сразу Даже не заходила На его страницу Вначале Ванек Одесситок Бывших Не бывает И вот ребята Насчет чувства юмора Значит Насчет чувства юмора Знаете Его нельзя Не купить Не получить Оно Если есть Оно на всю жизнь Потеряла Как это нельзя потерять Зачем нельзя потерять Это чувство юмора Оно Проснется Вы знаете Оно Вот Оно Дается Богом Это вот Как талант С рождением Особенно Я родилась В воскресенье Вот Ванек Одессит Так бывших Не бывают Он Мне Ну там еще Это вот Так Затих Вот А И дописала Ему Ваня Не тупи Это посвящено Мому папашке Который 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 Всю жизнь Женским Ляшком Молился Вместо того Чтобы книги По экономике Читать А насчет земли Так все наши тела Туда уйдут А вот души Куда пойдут А насчет ляхов Так ты что лохи Не понимаешь Что большая игра Уже идет Несколько десятков лет Иудеи выбрали себе Место Где новый Иерусалим Построить Вот Они Так О Вот теперь пошло А то Я 23 минуты Нагаврила Вот пошло Ладно Он пишет Ладно На ты На ты Я жила на ты Ванек Ты своего папаню Как-то приватно Воспитывай А нам его БДСМ В общем Не знаю Абревиатура Совсем не интересно И Тельтруй базар Как говорят В Одессе Шо тебе еще сказать Американка И я ему отвечаю Ванек На кухне жене Указания давай А это моя страница Вы знаете Я Это называется Социальный эксперимент Посмотри Что Из чего состоит Человек Слушайте Как быстро Вылезают Бесы Как быстро Показывают Своё лицо В первой жене А так Это Ага Типа Она на ты Я жил Ванек назвал Вот я ему дальше Пишу Ванек На кухне Жене указания Давай А это моя страница И мой видеодневник А тут я хозяйка Понял Не интересно Так никто Свободную волю На этой земле Не отменил Топай себе На здоровье Кстати Это вчера Было воскресенье Я приехала С причастия Туда Где интересно Я на этот свет Пришла Не отца И мать Воспитывать Это они Меня должны Были воспитывать А не Непотребством Заниматься Я это Ставлю Не для того Чтобы людей Забавлять Сегодня воскресенье День славить Бога Который Воскрес Воскресенье Отца и Сына Духа Святого А ты Сходил на Литургию И Святое Причастие Смотрите Ребята А сейчас Из него Сразу же Вот Как только Скажешь Отец Сын Дух Святой Вот Прям Магически Действуют Прилетят ли К вам Инопланетяне Начнёт ли Это Расскажите Им про Иисуса Христа Расскажите Им про Дни Недели Вот Сегодня Понедельник Отец Сын Дух Святой Знаете Господь Иисус Господь Бог Создал Ангелов Которые Разделились И которые Вот ненавидят Которые Влезают Вот в тела Людей И руководят Вы знаете Вот Потому что Они ненавидят Человека Ненавидят Так давайте Посмотрим Как из него Быстро Полезло Вот всё Вот Тронь Тронь Чуть-чуть Зацепи И Увидите Что в этом Человеке Вот внутри У него Есть Особенно Заговорить За Иисуса Христа Не нужно Сильно Много Подготовки Вот Ребята Я вам Говорю Не нужно Сильно Много Подготовки Это С практикой Потому что У меня Я вначале Боялась Вначале Вот реально Потому что Мужики Они Они по-другому Думают Ну я Вшло время Так сказать Соревеновалась И думала Что я вообще Родила женщины Если у меня Мозг Как-то Непонятно Устроен В общем Смотрите Что он здесь Написал Давай Запятая С маленькой Буквы Аксю Ха У Ю Х А Полезли Ругательство Полезла Матерщина С Д Р О Ч И Это он Женщине Пишет Это Что у человека В голове Обратите Внимание Что у человека В голове Вот Бесы Знаете Когда они Говорят Ведь они Говорят Вот этой Нижней Частью Потому что У них Все Наоборот Посмотрите Как быстро Из него Полез Вот этот Гной Полез Прямо Сорта Вот у него Только Вот род Господь Бог Отец Дух Святой Создал Для того Чтобы Славить Бога А когда Лезет Вот это Смотрите Я же ему Про Бога Рассказала Я ему Рассказала Про Господа Воскресение Славить Бога Я его не Оскорбляла Его ничего Ничего не говорила Смотрите Получилось Как бы Противостояло Он же мне Стал указания Давать Типа Нечего здесь Нам Рассказываю Там Зову папашу Приват научи А я говорю Это вообще Иди себе Жене На кухне Давай указания Это моя страница Вообще Не нравится Свободная Воля И Людям Интересно Я поставила Там Три точки Вот Смотрите Что я ему Написала Я ему Написала А тут Я уже Пошла Посмотрела Его страничку Я ему Написала Иван Бандера А это Вас так Научили Выражаться Вместе Где вы Родились А я посмотрела Он в России Родился В вашем возрасте Вы же В курсе Что у вас На летом На левом плече Сидит падший Ангел Бес Который Счастлив Что так легко Было показать Ваше истинное лицо Первое мыторство Сквернословие Сквернословие Ребята Сквернословие Смотрите Не завалите Особенно Я вам напомнила Что сегодня Иисус Христос Воскрес Сегодня Воскресение В общем Ганьба Вашему языку Ребята Я родилась В Одессе Ганьба Я знаю Это слово Ганьба Вашему языку Который Вы употребляете Не во славу Вашего Создателя От большой буквы А для хулы Матери Трех детей Насчет Польши И ляхов Так я не пошутила А Польша Уже подготовила Счет Украине На конкретную сумму 23 с половиной Миллиарда долларов Как говорится Ничего личного Обычный бизнес Новая страница В моей жизни В 2000 году Ко мне Москвич пришел Который Себя Вначале Назвал Дьяволом А потом Гитлером Я не даром Сегодня Шиндлера Поставила Список Шиндлера И он Про Свернова Рассказывал Все Не даром А теперь Вот Иван Бандера Ребята Ко мне То Этот Вот Да Вот именно Дьявол Который Ладно Он себя Называл Черным Сыном Отца Но Как он Только Назвал Себя Что его Предыдущее Перевоплощение Было Гитлером У меня Тут И встал Дедушка Гриша И все Я сказала Противостань Я Противостану И я Не на этой стороне Я Не с Гитлером И не с теми Кто говорит Что у них Там были Какие-то Реинкарнации Все Кто верит Реинкарнации Все Могли быть Гитлером Или Евой Браун А потом Гитлером А теперь Вот Иван Бандера Приперся Вот Говорю Вся Терегол Только Мне Гильдер Приперся Теперь Иван Бандера Покажу Фотографию Кстати Покажу Я Напечатаю Смирнова Александра Так Так же Ты Иван Стал себя Официально Называть У себя На Ютуб Канале И Причем Добавил Что Это Все Ради Монетизации Ты Это Сделал По Совету Ютуба Мой Вопрос Ты Совесть В Деньги Переводишь Может Ты Не Бандера А Илуды Искариот Он Ничего Не Ответил Деньги